Чтобы установить приобретенную стиральную машину, нужно проделать несколько операций. Сводится к тому это все. Обязательно первым делом издаляются транспортировочные болты. Как правило, в зависимости от модели, транспортировочных болтов бывает от 3 до 6 штук. Они находятся на задней панели. Для ускорения процесса мы их подемонстрировали с одним. Ключом подходящего диаметра выкручивается болт из барабана машины и выкраскивается резиновая втулка. Эту же операцию проделываем со всеми остальными отверстиями. В образовавшиеся отверстия мы устанавливаем декоративные заглушки. Механизм машины готов для эксплуатации. Освобождаем шнур питания. Сливной шланг, который будет подсоединен к канонизации или же выведен к умывальнику. В последствии устанавливаем машину на то место, которое мы предполагаем эксплуатироваться. Следующая операция. Установка машины относительно пола нужно делать таким образом, чтобы машина не качалась. У стиральной машины предусмотрены регулировочные устройства ножка-винт. Она выкручивается по необходимой высоте. Это один из важнейших этапов в кнопке машины. То есть стиральная машина должна быть установлена таким образом, чтобы при нагрузке на четыре угла не происходило качание. И относительно ровно машина должна быть установлена горизонт. Сливной шланг, который обычно в большинстве стиральных машин, известных нам брендов, он подсадил в стационаре. Для того, чтобы его закрепить на раковине, в комплекте идет крючок, который мы устанавливаем на шлак. После этого на необходимой высоте высота должна соответствовать у разных машин от 40 см до 90 см. То есть это в пределах стандартной установленной мойки, праковины или ванной. То есть крючок ванна должен находиться в пределах от 40 см до 90 см. Необходимые условия для работы машины, это подсоединить стиральную машину стационарно к водопроводу. Дело в том, что машина использует воду в автоматическом режиме, это соединение должно быть надежным и стационарным. В комплекте стиральной машины предусмотрен шланг, стандартный его размер 1,5 метра. В магазинах можно приобрести шланг любой длины. Для того, чтобы подсоединить шланг, на задней панели машины выведем штуцер. При помощи пластмассовой гайки, которая находится на шланге, шланг прикручиваем к водяному штуцеру. Следующий этап – подсоединение к водопроводу. Перед стиральной машиной должен быть установлен обязательно запорный кран, который необходим для исключения пролива воды при повреждении водяного фланга, при длительной неэксплуатации стиральной машины и для демонтажа стиральной машины. Сетевочный, который уже находится в стационарно закопленной машине, подключаем к сети электропитания. Розетка должна выдерживать не менее 16 амбер, что указывается на самой переноске или же розетке. Подключаем стиральную машину, включаем воду, проверяем на протекание воды, в местах подсоединения это на край и на самой стиральной машине. Собственно говоря, стиральная машина готова к эксплуатации. Домострой 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 Продолжение следует...